Продолжаем матч против Антона Майделя. Теперь играем чёрный. Снова кунь f3. Чувствую матч будет тематическим. На дебют рейте. А, c4. Просто английское начало. Я сыграю e6. Обычно играю славянку. Ну вот посмотрим, что Антон имеет в обычном ферзевом гамбите. И вот это выбор. Я могу опять пройти венский вариант. В надежде на e3. И там белых ничего нет. Но, конечно, Антон может пойти в принципиальную дебютную дуэль. Тогда я, скорее всего, получу мат. В любом случае будет весело. Так что давайте попробуем. Если не играть... Ладно, Антон играет e4. Видимо, он хорошо знаком с теорией здесь. Два хода основные. Слон g5, сон c4. Сон c4 это новое веяние. Кстати, по-моему, более опасный ход, чем слон g5. Но слон g5 это старая теория. Сон c5 всегда был главный ход. И я, к сожалению, совершенно не помню, что надо играть на e5. Придется разбираться за доской. Но вроде бы e5 считается сейчас менее опасной. В основном играют слон бе c4. А d5 это вообще для меня в некоторой степени сюрприз. Что, конечно, говорит о всем убожестве моей дебютной подготовки. Можно, наверное, попробовать и h6 тут. Слон f6 и там g, к примеру, или ферзь f6, даже e5, ферзь f4. Выглядит интересно. Давайте попробуем. Антон, мне кажется, надо брать на f6, потому что если слон h4, то это g5. Прозитится практически безнадежно, скорее всего, у белых. То есть надо брать, играть e5, потому что иначе это все совершенно необоснованно было. Там я пойду ферзь f4. Все это выглядит подозрительно. То есть белые даже d6 могут пойти. Но вроде бы я два слона, пока еще лишняя пешка. Совсем плохо быть не должно. Да, Антон берет, ферзь f6, e5, ожидаю хода, ферзь f4. То есть на g3, если продолжит Антон гоняться за ферзь е4, то есть ход ферзь е4 и шах. Ну да, поэтому d6 тоже ожидалось. И вроде бы я могу пойти к концу 6. Кажется. Это там g3 ответ есть. Ферзь е4, какой-нибудь ферзь е2. Да, любопытно. Не буду туда спешить. Если честно, вряд ли все равно есть какой-то другой хороший ход. Надо развиваться. Да, g3, ферзь е4, ферзь е2. И вроде бы я даже достигаю размена ферзей, но будет ли от этого серьезное облегчение, не ясно. Может быть на g3 в этом не играть, ферзь е4 не подгонять. Белых куда им надо пойти ферзь f5. По-прежнему, пешка будет под боем. Если там ферзь е2, тогда есть какой-то конь d4 опасный. Может быть, есть еще что-то, кроме этого. На конь d4 выглядит достаточно убедительно уже. Ферзь е2 сразу, здесь тоже конь d4 выглядит хорошо. Ферзь е4, конь c2, то есть конь d4 и cd. Если ферзь е4, то ферзь е5 с победой, поэтому, видимо, а3. Но там есть ход слона а5. Выглядит крайне привлекательно для черта. Да, конь d4. Могу ли я пойти cd? Наверное, могу. И не очень видно, что черным... Что белым пушь вообще не оделать. Может, ведь есть какой-то трюк вроде слона а3, слона а5, б4. На cbxb5 шах. Ну да, наверное, белый пока еще держится. Хотя, в принципе, я могу просто на а3 пойти сломбит d6, еd и dc. Остаться с лишней пешкой. Минимум. Ну и максимум. В том случае, мне кажется, ход а3 делать надо, что ничего другого не видно. А, ну это так можно. Тогда вроде dc выигрывает. dc, gfcb и ферзь прошел. Может быть, Антон решил, чтобы подриться безнадежно, решил подыграть, не допустить вот... Какую-никакую тактику под конец партии. Что везде здесь, кажется, надо просто сдаться. Ну, король d1, конечно, оригинально смотрится, но что-то мне не верится. Шардан, например. Но личная фигура должна сказаться. Не буду спешить, потому что надо подразвиться лучше сначала. Слон d7, bc, слон а4. Да, так и поступлю. Заря я так поступил. Перевес, наверное, немножко уменьшился. Ну, в принципе, не беда. Сыграй ферзь б6. Да, это, конечно, было глуповато. Надо было брать на b2, потом играть ферзь c3, и потом слон d7. Но... Серьезно это ничего изменить не должно. Вот тут, например, исход ладья c8. Еще ладья подключается в атаку, и мне кажется, партия на этом закончится. Ну да, Антон сдается. Довольно интересный дебют. В общем... Ну, венский ваунд, он известен тем, что, наверное, тоже черный. Иногда очень рискует получить мат. Некоторых вариантов белые там рискуют, что их центр просядет, и... уже их король окажется под атакой. То есть, если уже играть его за белых, надо все-таки какую-то теорию, наверное, знать. Всем спасибо за внимание. Для вас играли Антон Майдель, Никита Петров. А матч продолжится совсем скоро.